Великому человеку, выдающемуся ученому, профессору Арону Евсеевичу Гуровичу, которому относительно недавно, в прошлом месяце, исполнилось быть 90 лет. Мне очень приятно видеть сегодня здесь много дружеских, замечательных лиц, которые собрались, несмотря на свою занятость и многие проблемы, приехали сюда, чтобы вспомнить о профессоре Гуровиче и поучаствовать в сегодняшнем семинаре. Даже из-за границы к нам приехали люди, которые знали Арону Евсеевича, работали с ним и, надеюсь, сегодня скажут, выступят с какими-то воспоминаниями. План наш таков. Первое, как всегда, две части с небольшим перерывом между ними. Первая часть полностью посвящена воспоминаниям об Ароне Евсеевича Гуровича. За травочным докладом выступит профессор Суслов Анатолий Петрович, который стал преемником заведует лаборатории, созданной, которой руководил Арон Евсеевич Гурович. А после Анатолия Петровича я приглашаю всех, кто знал Арон Евсеевича и имеет, что о нем рассказать. А человек, он был очень незаурядный и интересный, выступить с воспоминаниями. Итак, первая часть будет посвящена воспоминаниям. А вторая часть научная. Два доклада научных от соратников Ароне Евсеевича Гуровича. Профессор Сидорова Екатерина Владимировна Королевства Б-минфоцитов. Профессора Горзонянника Иогрантович. ДНК, эффективные вакцины против болезни Альгеймера, профилактика предпочтительного лечения. Таков план. Пожалуйста, Анатолий Петрович. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, Мы сегодня собрались по очень знаменательному поводу. 90 лет со дня рождения Ароны Евсеевича Гуровича. Пожалуйста. Ну, если начинать с официальной, так сказать, части, то можно сказать так, что Ароны Евсеевича Гурович, профессор руководителя лаборатории химии и биосинтеза тетел, социальной эпидемиологии и микробиологии и гемолеи, один из основателей отечественной иммунохимии, впервые разработал высокоемкие иммуносорбенты, был одним из создателей иммунофильной хроматографии, впервые колличесно оценил динамику биосинтеза тетел. Ароны Евсеевич воплощал в свое высокое благородство и человеческое достоинство. Он создавал вокруг себя особую нравственную атмосферу, порядочность, взаимное уважение и гражданственность. Это очень замечательные слова, но хотелось бы поговорить об Ароне Евсеевича, вспомнить, каким он был, как живой человек, как наш учитель, как близкий нам человек. И вот здесь вы видите фотографии. Он, Ароне Евсеевича стоит в такой коротенькой рубашке, с газетой «Правда» в руке, рядом с парторгом. Ароне Евсеевич в лаборатории, с мамой любимой, которую он безмерно любил в лаборатории, с сотрудниками, пожалуйста. Итак, Ароне Евсеевич, хотелось бы поговорить именно от его имени, что ли, его словами, которые он говорил, это будут его вспоминания, слова, выдержки из интервью. В общем, как он сам бы говорил что-то, и мы это услышали. Ароне Евсеевич родился на Украине в раздарх гражданской войны, в семье революционеров-подпольщиков. Евсеевич Гурович работал наборщиком в типографии, выполнял партийные задания у большевиков. А потом, после «Октябрьской эволюции» работал в газете «Правда», а потом дали бакинские рабочие, они жили в Баку долгие годы. А полагал для книги мемуаров о революционной юности. В общем, это такой вот был пламенный революционер. И жена его, мама Аруна Алексеевича, Анна Яковлевна, она тоже, так сказать, пламенно поддерживала это устремление к лучшему, не только в стране, но и в мире. И вот они были такие замечательные, пламенные люди. Пожалуйста, следующий сайт. Вот это какой-то особый отпечаток наложило на юность Аруна Алексеевича на самые ранние годы. Но если уж смотреть совсем уже, так сказать, самое равномочное, то, можно сказать, такая была легенда при рождении Аруна Алексеевича. Если Акушерка сказал, вы не смотрите, что он родился в темноте, он еще станет большим человеком. И эти слова считались в семье пророчества. Вот здесь три брата, вот эти дети, в этой семье три брата. И Аруна Алексеевич, вот они уже стали старше. И видно, как они, какие дружные в семье были. И, но в то же время в этой семье никогда не обсуждались проблемы милища, мировая революция. Вот это исходная посылка. Аруна Алексеевич на всю жизнь запомнил, как однажды и с Том поссорились, не поделивая гулять. Оба расклада. Пришел отец, спросил, в чем дело. И сказал, как вам не стыдно? Китай, революция родилась. А вы за гурца плачете. И вот Аруна Алексеевич, как-то спонтанно все произошло. Вот он из братьев, вот такой особенно, что именно его потянулось радость к науке, к анализу и к мышлению. От больших научных проблем. Я заинтересовался биологией старших классов школы. Хотел заниматься развитием. Это в седьмом классе на самом деле было. Мне уже тогда не давало от покоя мысль о том, что знания растут, а мозг остается прежним. И идея заключалась в том, что надо создать сверхмощный мозг, иначе человечество не сможет развиваться. Как вы знаете, интернет что-то, некий, про образы. Дальше следует. И вот Аруна Алексеевич, после этой идеи, он учился ни шапкой, ни валкой до седьмого класса, но тут идея озарила его, он стал учиться замечательно, блестяще. И это пошло дальше. В 35-м году, в 17-летнем возрасте, Арун поступил в МГУ. В 40-м году он закончил две кафедры биопарда. Физиологии и динамики развития организма. Обе с отличием. Почему так произошло? А вот потому, что Арун в министерстве учился как сумасшедший, по 18 часов в сутки. За студенческие годы он ни разу не был в театре или на вечеринке, не выпил ни от Орю Кирину. Девочек, которые ему нравились, он помещал в карантин. То есть избегал всякого контакта. Очень долго ему казалось, что слушать музыку или читать стихи, все это погодит за наслаждением, в которых он, конечно, не участвовал. А фактические привычки Арун Сеевич сохранил до конца жизни. Сразу после окончания МГУ, Арун Сеевич работал в ней экспериментальной физиологии терапии у Сергея Сергеевича Брюханенко. И хотя он недолго работал, но вот это был первый человек, с которым столкнулся, вот такого масштаба мышления, неожиданно, парадоксально. Как известно, он разработал метод и создал первый аппарат искусственного кровообращения, автожектор. И голова собаки искусственным кровообращением жила сама по себе и даже лаяла. И, как известно, это было правообразом головы профессора Довли, который стал Беляевец. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, Арун Сеевичу недолго довелось работать с удовольствием своими какими-то заниматься идеями. В июле 41-го года Арун Сеевич ушел на фронт добровольцем народного ополчения. Вначале он служил пехотинцем и был ранен в одну из атак под Москвой. Затем сражался на Украинском фронте в качестве стелка миломерчика. После отступления на Дон был переведен в санитарную часть. Участник обороны Сталинграда. Освобождал Донбасс, сражался в Польше, освобождал Севенцев, о чем он в гордости часто вспоминал. Воевал в Германии, конец войны встретил в Фраге. Награжден двумя воинами орденами и многими медалями. Вот я хочу сказать, что был такой эпизод, это уже я помню хорошо, где-то к 40-летию победы, такой юбилей. И Арун Сеевич попросили написать какую-то статью в газету. И все ждали, что будет написано что-то такое о победе, серьезно такое. Арун Сеевич неожиданно написал статью, такую небольшую, и я приведу выдержку, чтобы понять отношение Аруна Сеевича к войне и отношение, вот понимаете, это как окопная правда. И наиболее яркое впечатление за всю войну, о которой он говорил, вот, пожалуйста, так он написал. Начало октября 41-го года, 41-й год под Москвой. Я, извините, прочту, потому что хоть это небольшое, займет время, но это действительно его отношение к войне. В конце октября наша ополченческая дивизия переместилась на очень важный участок фронта. Мы расположились рядом с Киевским шоссе, примерно с 330 км с западной Москвы. На рассвете 2 октября немцы начали знаменитую операцию тайфун для захвата Москвы. Мы оказались в направлении одного из главных ударов, которые они наносили. Полное господство немцев в воздухе и почти полное отсутствие противотанковой артиллерии позволило немцам быстро порваться в расположение нашей дивизии, а затем и дальше, на восток. К концу дня грохот боя стал слышен за нашей спиной. К вечеру те из нас, которые остались живыми, поглопшие во время бомбежки, стали выбираться из полузасыпанных окопов. Никто нами не командовал. Люди собирались на опушке леса небольшими группами. Никто не знал, где немцы для командования нашей дивизии. Немного погодя, началось движение. Каждая группка двинул свои маршруты, руководствовав слухами и здравоохранителем. Пробираясь поселочными дорогами и рощами, попадая под бомбежки, мы постепенно растеряли друг друга и перемешали с остатками двух частей. Еще через день все дороги, ведущие к Москве, были заняты сплошными потоками отступавших. В течение 3-4 дней я не видел ни одной, даже маленькой организованной части. Через много лет я узнал, что мое впечатление не было ошибочными случайами. Во втором томе воспоминаний маршал Жуков рассказывает о том, как 8 октября его вызвал из Ленинграда Сталин и приказал разобраться, что делается на фронте под Москвой. Когда Жуков разыскал в одном из подмосковных городков командующих западного фронта Буденова, то оказалось, что командующий потерял связь с войсками, не знал, какие части прикрывают Москву, и встретил у нас в своем пути лишь двух милиционеров. Это были самые тяжелые дни обороны Москвы. 9-10 октября и заступающих солдат и офицеров спешно начали организовать части. Часть, в которую попал я, была странирована за 2-3 часа. Нас разбили на отделение извода. Политруб произнес речь. Подъехала кухня с горячим обедом и две телеги с лопатами. И еще через час мы уже копали окупы. Несмотря на тяжелую обстановку, части нашей армии нашли в себе силы остановить наступление врага. Это было начало перелома, приведшего к победе над Москвой. Пожалуйста. Позже это понятно. А вот эти последние блесточки я просил, чтобы не писал. Вот. Потому что получалось, что мы проиграли в войну, и вообще дело чего пришло. И я говорю так, что все-таки как-то надо. Он тогда написал 1-2-2 часа. Да. Это не впервые такое случалось, что вот он в совсем другом стиле выступал, чем от него ожидал. В студенческие годы ближайшим другом Орона был Владимир Петрович Димир. После войны Орона Алексеевича запускал его. У них с Ороном Алексеевичем была общая цель – помочь людям, потиравшим на войне руки и ноги, вернуть их. Орона Алексеевич считал, что решить эту проблему можно разобравшись в механизме регенерации. Владимир Петрович был убежден, что наиболее перспективным путем является пересадка органов. Первые 50 опытных собак по трансплантации органов неудачно они поставили вместе. Ну, как вы знаете, Владимир Демиков стал основателем всей транспланторогии в мире. А в 1957 году произвел невероятный эксперимент. Он пересадил голову одной собаке на толщу другую и тем самым создал голову животное. Уникальное. Такой вот был друг. Пожалуйста, следующее. В окончании войны Роман Алексеевич поступил на работу в институт для биологической и медицинской химии. Вот что он об этом говорит. Это очень интересный институт, во главе которого находился крупнейший и очень интересный ученый, биохимик из Львова Якова Парна. Он один из пяти крупнейших биохимиков до военной Европы. Во время войны он оказался на территории СЦ и мог предложить организовать этот институт. В этот институт я поступил на работу в 1946 году. Институт был прекрасный. Там был ряд людей, ставших впоследствии крупными учеными. Шемякин, Рубенштейн, Хельсен, Юдая, Холсов и другие. Судьба маленькая. 150 человек работали в 10 лабораториях. Но каждая лаборатория могла дать начало целому направлению. К сожалению, в 1948 году парень вдруг арестован и погиб. В МПХ я 2-3 года занимался физиологией. А потом стал заниматься иммунологией. Я был один работающий здесь, в этой области. Это из интервью Института Истории науки и техники в 1986 году он дал. У меня будут многие статы оттуда. Пожалуйста. Когда и почему вы перешли в ЕО? Я ушел из института ЕО и медхимии потому, что там у меня не было даже лаборатория. А здесь была возможность получить лабораторию. Там был хороший институт. Но он не вырос, так как появилось много конкурирующих институтов. Рост происходил не за счет роста института, а за счет оплачкования других институтов. А сам он оставался маленьким институтом без особой института. Но все основные вещи, которыми я занимаюсь до сих пор, были заложены еще там, в институте ЕО и медхимии. Я работал сорняком и там, и здесь. И вот что он написал о лаборатории химии биосинтеза антител в 1981 году, когда потребовали от него определенный отчет. И вот я заложу так, как он видел свою лабораторию сам. Лаборатория химии биосинтеза антител была основана в 1961 году в составе отдела, руководимого Георгой Александровичем Зильдером. Затем, в течение ряда лет, была самостоятельной. Наконец, вошла в состав отдела общей монологии. В лаборатории работают 11 человек, 6 из которых имеют высшее образование. Вот вы видите всех этих 6 на фотографии. Работа проводится в двух направлениях. Разработка новых иммунохимических методов, основанных на использовании и мобилизованных химическим способом антигенов или антител иммуносорбентов. Изучение регуляции биосинтеза антител и иммуноглобули. Я очень рад, что большинство сотрудников здесь присутствует. Пожалуйста, следующее. Итак, разработка иммунохимических методов. Основные направления в то время расследующего дела следующие. Разработка методов синтеза иммуносорбентов. Определение выделения антител при помощи иммуносорбентов. Рядных способов он перечисляет. Определение выделения антигенов при помощи иммуносорбентов. Здесь тоже ряд методов подхода. Использование иммуносорбентов для выделения чистых препаратов антигена и сложных смес. Раз, следующий. А вот по другому направлению изучение регуляции биосинтеза антител иммуноглобулинов, он сказал следующую позицию. Изучение сборки молекул антител иммуноглобулинов и влияния сухлестных факторов. Изучение природы биосинтеза неспецифических иммуноглобулинов и некоторые вопросы регуляции антител иммуноглобулинов. На самом деле было для него на более повидимых методах. Пожалуйста, следующий. С гордостью он написал в этом документе следующие вещи. Из лаборатории вышел ряд статей с новыми идеями. Идея, что одна полипертильная цепь молекул антитела контролируется двумя или большим числом генов. Гурвич, Нейзин, 1965 год. Идея, что каждая клетка, синтезирующая антитела, синтезирует также на специфический иммуноглобулинов, Сидорова, 1965 год. Идея, что при репликации нити ДНК крайние нуклеотиды не воспроизводятся. Теория маргинотомии, Аловников, 1971 год. Идея о многообразии антител вследствие из-за транспортизации трансгена, Аловников, 1971 год. Пожалуйста, следующий. Вот что он говорит о своих идеях, как ему пришло. Разработка методов синтеза иммунсоблем. Мне такая мысль пришла в голову. Что если иммунализовать антиген на нерастворимом носителе, вроде целлюлозы, тогда присоединившиеся антитела легко будет определить по количеству белка. Антитела это белки. Этот метод имеет большие преимущества, так как комплекс антигена антитела не растворяется. При обновлении осадков с иммунализованным антигеном практически ничего не вымоняется. Именно это, такой прием позволил создать сейчас КИФА, один из основных методов анализа. Иммунсорбентное направление развивалось, стало задачей создания высокоемкого сорбента. Я понял принцип, от чего зависит количество сорбированных антител, и на этой основе стал разрабатывать новые пути иммунсорбции. На 1 грамм сорбента теперь получают 500 тысяч миллиграмм антител, а было 5-10. Следующий. Вот другое направление изучения регуляции биосинтеза антител. Вот это то направление, которое было трудным, мучительным для рамсейча, и приносило ему радости и огорчения. И вот что он об этом говорит. Изучать биосинтеза антитра сложно. Мешиваются такие вещи, как накопление продуктов распада, нехватка кислорода, питание клеток. Но все это не снимает основного, от того, что клетки оказывают друг на друга тормозящие действия. И это действие специфично для данного антител образования. То есть для образования антител именно к этому антигену. Сейчас колоссальное количество работ по клеткам супрессоров. Но я не могу сказать, чтобы это продлинуло наше понимание механизм торможения. Я думаю, что проблема стала еще более запутанной. Существует 20 факторов торможения. Сейчас это раз 120. И в то же время, если мы вводим антиген, то ему на ответ наступает точно по часам. Как они договариваются? Кто им руководит? Окна. Каждый фактор уделенности изучается, обсасывается, а общий картин как и нет. И вот он задает вопрос, который выучился. Как устанавливается баланс в организме? Пожалуйста. Помимо вот этой научной колоссальной деятельности, Арон Сеевич всегда интересовался, волновал его вопросами организации в науке. И вот здесь приводится таблица, вам, конечно, не видно, но я просто скажу. Это вопросы к заведующим лабораториями и отделами о стратегии тактики научного поиска. Были такие опросы. Вот соображение по поводу принципов планирования. Он говорит о том, что при основе планирования фундаментальных исследований Должна лежать поддержка и развитие наиболее успешных работающих небольших групп или отдельных лиц. По поводу динамики и соотношения фундаментальных и прикладных направлений, Он говорит так, что в стране в целом 15-20% должны быть фундаментальные, прикладные 80-85%. А вот в институте Гамалея совершенно другое дело, фундаментальные 80-85%, прикладные 12-20%. Соображение по поводу формы работы с научной литературой и обменной информацией. Лучшая форма обменной информации регулярно действующая в медлабораторной и лабораторной конференции. Ну и наш семинар сегодняшний также в этом пользу и говорит. Соображение о формах учета, анализ результатов экспериментальных исследований. Ну и здесь красно-речивый пропуск. Каждый анализирует и делает так, как можно. Этика взаимоотношений в научной деятельности повреждения. Этика взаимоотношений в общечеловечестве. Но это одно дело. А вот очень важно то, что в общественной жизни, так сказать, общенаучной, и, так сказать, то, что касается вообще судьбы страны, Арон Истерьевич был бескорпоративным человеком. И здесь его человеческая позиция была исключительно кристальная. И он считался за себя ответственным, себя лично ответственным перед судьбой, перед тем, что он должен сделать. И перед страной, и перед наукой. И вот примеры хочу привести к такому отношению. Отразились ли как-то на вашей жизни события после сессии в 1848 году? В 1848 год и последующие события не отразились формально на мне, так как я был тогда маленький человек. МНФ. Но это сказалось на общем уровне развития науки. Было много людей недобросовестных, которые использовали комментурные моменты в отношении Лисенко, Башьяна. Потом вдруг появилось направление ревизма. Но я никогда не запутнал себя по надлежностью ни к одному из них. Здравствуйте. Вот Арон Истерьевич написал, другой пример написал письмо в Комитет по Ленинским государственным премиумам СССР, в отдел науки СК КТС. Письмо касается того, что два человека, которые исключительно зауважал и даже ценил и любил, это Вера Санзидов и Свет Молдарский, получили Ленинскую премию. И вот он пишет о том, что два других полноправных авторов, Ирина Николаевна Крюкова, Скорикова, постановление не упомянули. Между тем, основной принцип публикации научных работ состоит в том, что каждый из авторов имеет правное или полное право на неполную работу. Присуждение премии только части авторов создает обстановку, при которой отдельные ученые неохотно объединяются усилия для коллективного решения важных проблем, что приносит вред развитию советской науки. Пожалуйста, следующее. Но вот был еще один момент, важнейший в жизни Аарвана Сеевича. В 1608 году Аарвана Сеевич подписал письмо в защиту Александра Гинсбурга. Гинсбург был осужден, ну, кто не знает, я расскажу немного, по статье 70-е заставление белой книги, содержавшей документы по делу писателей Андрея Синяцкого и Юлия Лениевых, вина которого заключалась в том, что они тайно под псевдонимом публиковали свои художественные произведения за границей. В письме подписанном Гуричем говорилось о многочисленных процессуальных нарушениях, допущенных в ходе суда над людьми. Авторы напоминали о трагических последствиях, которым привели нарушение законности, имевшее место в нашей стране и недорогом в прошлом. Письмо подписали 122 ученых, включая таких, говорящих ученых, как Александров и Холмаган. Аарон Сеевич ни с кем не советовался перед тем, как подписать это письмо. Он считал недопустимым втягивать других в дела такого рода и перекладывать на кого-то часть свою ответственность. Это письмо получило широкую мировую огласку, и это привело к тому, что нужны были какие-то санкции против подписавших. И вот в частности был ученый совет института Гамалеев, который решал, будет ли Аарон Сеевич если есть такими нарушениями общественных деяний, может ли он вообще заведовать в лабораторию. была бурная дискуссия, и когда уже все удалились там подсчитывать голоса, а выделили не быть, он произнес следующую разу. Я понимаю, что говорить бессмысленно, дело безнадежно, я вам хочу доставить удовольствие, подписывая это письмо, понятно, люди ошиблись. Но почему они подписывались? Они что, надеялись, что их формируют заграничными командировками, в академике их производят и так далее? Люди хотели принести пользу нашей стране, а не подорвать ее авторитет. Это нужно понять. Но получилось не так, не по субъективным соображениям. Я прекрасно понимаю, что мне было бы более выгодно во всех отношениях отказаться от этого. Но я бы счел это предательство. Я был в армии, и у меня есть кое-какие понятия. Я бы считал себя предательством. Пожалуйста. Вот что Аарон Сеевич говорил о соотношении отечественной мировой науки в иммунологии. Это вопрос также очень волновал. Наша организация науки не поспевает за быстрым развитием знаний. Поэтому наш вклад в мировую иммунологию не превышает сотой доли процентов. Даже не десятая. И не одного процента, а именно сотой доли. Работает в этой области, сделает с трудом. Мы находимся в тяжелом положении. Изучать отдельные факторы нам сложно, так как нет оборудования реактивного мирового уровня. И вот тут Аарон Сеевич говорит о том, что стало как бы лебединой песней. А что можно было противопоставить тому, что нет возможностей, но есть и деньги. Сейчас поэтому, да и по ряду других причин, мы сосредоточились на проблеме резкой активизации этого образования, применизации другого цивилизма. При этом ему на ответ увеличится в сто раз и больше. Совсем непонятно. То есть половина всех двойклеток начинает образовывать антитела в данной специфичности. Это потрясающий феномен. И мы частично после Аарон Сеевича пытались заниматься механизмом регуляции. Там очень сложная и интереснейшая система. Это система предельной мобилизации антитела образования. Поэтому как бы нет возможности изучать, но зато есть возможность находить и открывать новые члены. Пожалуйста, следующий. Были ли в вашей жизни люди, которых вы могли бы назвать своим учителям? Этот вопрос трудный. Было много людей, к которым я отношусь с величайшим уважением и которым мне очень много дали, но не было такого, кого я мог бы назвать непосредственно учителем. Конечно, зима, хотя я пришел к нему уже зрелым, сформировавшимся человеком, но его образ для меня большое впечатление во время учебы однокурсник, с которым вы дружили, и который впоследствии занимался пересадкой органов, у меня большое влияние оказалось за деньги. И, конечно, заводовство. Завкафедра МГУ, когда учился Аарон Сеевич, тоже необыкновенный человек, известен тем, что петуха, курицу превращал петуха, специалист в медицинологии от одних из классов. Так вот такие замечательные люди, как мы видим по жизни, Аарон Сеевичу очень везло вот в этом плане. Он все время работал с выдающимися рядом людьми, заряжался импульсами и масштабами, и именно это определяло масштаб его устремлений в науке. Пожалуйста, следующее. Есть ли у вас ученики, и чему вы стараетесь научить в первую очередь? Ну, конечно, учеников у него было множество. И я тоже как бы стараюсь и чувствую всем сердцем, что отношусь к его ученикам. Но вот здесь, это его рукой была написана справка, когда его попросили по каким-то институтским делам подготовить справку о подготовке кадров. Вот она есть такая, он перечитает учеников. То есть тех людей, которые были руководителем диссертационных работ или консультантом. Неслин, Дрислик, Оловников, Татаринов, Городецкий, Скворцов, Орлов, Николаев, Горинов. Харуков, Ешева, Пригорева, Халявкин, Старасян, Агаджанин. Из этого списка по крайней мере три человека, это поменьше менее три человека, это ученые с мировым именем. Неслин, Оловник, Татарин. Когда ко мне приходит ученик или человек, который хочет у меня работать, я говорю им, я хочу только одного, чтобы ты стал самим собой. Я не хочу ограничить самостоятельность. Стараюсь по возможности не мешать мне, не направлять все равно самое ценное в человеке своеобразие. Вы романтик, как Зильда. Да. Но Лев Александрович большого масштаба человек. Играет роль еще и то, что когда Зильда формировался, было несколько ученых в этой области. Когда и я формировался, было несколько десятков ученых. А сейчас формируются ученые. Их тысячи. Это совершенно разная психология. Очень много проблем стоит перед нами. Сам я всегда делал то, что хотел делать. Я прожигал жизнь так. Я понимаю, что это неправильно, что я сделал меньше, чем мог. Целый ряд направлений могли бы развиться в крупные направления. Но я доволен. Я всегда следовал своей природе. Гарри Зрачабель, тот очень последовательный целенаправлений. А я разбрасываю. Все мои конкретные работы – это отходы производства. Итак, следующее. Какие же отходы производства профессора Анастаса Тарасовича Гудовича? Опубликовал классические работы по иммуносорбентам, которые открыли новые пути для выделения чистых антител и сравнения иммунокислотного состава антител равной специфичности. Метод иммуносорбции стал прообразом афинной хроматографии и вошел в теорию и практике иммунохимии как один из фундаментальных. Впервые ввел иммунология радиозатопные методы. Впервые количественно оценил динамику биосинтеза антител. Впервые показал, что синтез антител сопровождается синтезом из фиксического глаголита. Установил факт избыточной продукции легких цепей по сравнению с тяжелыми при синтезе иммуноголитета. Обнаружил зависимость синтеза антител от плотности культуры. Выявил колоссальную стимуляцию продукции антител при использовании на сабвентах в качестве иммуногенного. И какие-то из этих направлений стали классическими, а какие-то до сих пор остаются неведомыми, но потрясающими феноменами, которые рано или поздно будут раскрыты механизмами и основанием этих дел. Пожалуйста, слышите. Вот слова сказанных о России в июне 87-го года, незадолго до смерти. «Я счастливый человек. Я не погиб на войне, что же само по себе чудо. Все, что было после войны, подарок судьбе. Я всю жизнь занимался любимым делом. И в науке делать только то, что хотел. Даже если меня сегодня уволят, это уже было, это у меня не отмечено. Но удастся еще немножко поработать, еще лучше. Я всегда жил в окружении прекрасных людей. Я счастливый человек». Хотелось бы этими словами закончить. Спасибо. Ну а теперь воспоминания. Продолжим. Это Дора, доктор Бризлик. Так молод и изящен, что можно назвать Жорой. Жорой меня можно назвать. Мне, правда, 77 лет, но... То есть я с Ирином Сеевичем работал с 61-го года. И, если я не ошибаюсь, до 71-го, 72-го года. Потом я стал работать с Борием. И несколько лет назад я уже выступал с воспоминаниями о Вороне. Тогда я говорил об его оригинальной индивидуальности и явных достоинствах. Толя их очень тут выпукло, показал. Но, однако, никто не совершен. И у Ворона были свои недостатки, которые помешали ему сделать и достичь в науке гораздо больше того, чего он достиг. А достиг он много. Я не знаю, как сейчас... Я тут хочу сделать небольшое отступление, милическое. То есть в те годы, когда выходил журнал сборник «Энновой Вюах Миналоджи», значит, она сейчас выходит, но я уже отошел от этого. Там редакция предлагала выдающимся ученым в данном времени написать ступительную статью. Причем их не ограничивали. Они могли писать о чем угодно. И подавляющее большинство, естественно, писали о своих достижениях и о своем вкладе в науку. Вполне заслуженно. Но вдруг я открываю журнал, где предисловие написано выдающимся иммунологом 20 века Барухом Деноцеровым. И вот он написал совсем другую вещь. Он написал о тех возможностях, которые он упустил, о неверных решениях, которые он принял, о тех явлениях, которые он не понял и не стал их исследовать, а впоследствии другие ученые обнаружили там важные закономерности. И вот я хочу рассказать о некоторых неверных решениях Аарона и о тех его характере, которые подъел к этому. Он мне как-то рассказывал, что он долго колебался между изучением синтеза антител, в частности резкого торможения синтеза антител или изучением структуры антитета. И он косвенно признал, что он ошибся в выборе синтеза. А я в этом почти убежден, что он ошибся. И вот почему. Однажды, когда я уже работал с Борей и Бронзом, он вдруг с презрением сказал. Вот Алеша поднялся до молекулярной биологии. А вы опустились до уровня клеточной. А какой-то, когда-то Евгений Евтушенко писал, я разные цели и нецелесообразные. Вот это полностью относится к Аарону. А осуждаемую деградацию, он в сущности сам занялся клеточной монологией. Ведь прекращение синтеза антител, антителообразующими клетками, есть типичный клеточный феномен. Как показали последующие исследования, прекращение синтеза антител, есть результат особого клеточного взаимодействия Б и Д клеток, а не клеток и молекул антител, которыми Аарон пытался затормозить. Более того, Аарон неоднократно говорил, что понять феноменологию иммунитета только с помощью взаимодействия антигена и антител невозможно. И, следовательно, он глубоко интуитивно понимал, что существуют другие взаимодействия, о которых мы еще ничего не знаем. А существует еще несколько свойств Аарон, которые не являются недостатками, но которые осложнили его работу. Он, по его собственным словам, работая в одиночку, даже без лаборанта, достиг гораздо большего, чем работая за ведущим лабораторией. Я думаю, что он по своей природе был одиноким волком, а не вожаком стаи. Но самый, на мой взгляд, серьезный недостаток был его глубочайший пессимизм. Вот характерный пример. Когда мы с ним заканчивали большой опыт и ставили флаконы на инкубацию на 48 часов, Аарон говорил, что теперь самое время радоваться, прозрачно намекая на то, что через 48 часов радоваться будет. Пессимизм крайне осложняет, с моей точки зрения, занятие наукой. Он разрушает веру в себя, в свои возможности. Когда человек не верит, что у него получится, то он увеличивает шансы на то, что у него действительно не получится. Когда же он глубоко верит, то неудача не бескораживает его, а стимулирует искать новые оригинальные пути. И это повышает его шансы на успех. Когда я приходил к Аарону с какой-либо идеей, он неизменно демонстрировал мне десятки причин, по которым у меня ничего не получится. Поначалу я очень расстраивался и уходил, ну, просто в подавленном состоянии. И вот однажды он меня остановил в коридоре и говорит, Жора, вы помните, вы предлагали сделать то-то и то-то? Вы сделали? Я говорю, Аарон Сеевич, вы же сказали, что ничего не получится. На меня не ссылайтесь. Это вообще мою жизнь повернуло. И вообще помогло мне очень. Потому что с тех пор я не стал ему ничего рассказывать. Пока, если что-то получалось, я вам показал протокол опыта. Так что он, понимаете, это вот его глубокая противоречивость. С одной стороны, он мне показывал, что то, что я говорю, делать не следует. С другой стороны, он ждал, что я все-таки это буду делать. И я думаю, что это может быть неосознанно, а может быть осознанно, это один из его путей, стимулировать сотрудников, чтобы они думали самостоятельно, они действовали исключительно по указаниям шефа. Вот это в данном моменте все, что я... Я много еще хочу сказать, но там уже это... Это уже совсем охотная правда, которая... Ну, а Роми все еще, конечно... То есть, Роми все еще очень не хватает сейчас и сейчас. Может быть, больше, чем когда-либо. Вот. Но Роми все еще всегда не хватало. Но я хочу вспомнить... Ну, мне, конечно, многое хочется сказать о Роми все еще и о том, почему его так не хватает, хотя это, в общем, очевидно. Почему сейчас особенно, так сказать, это очевидно. Но я хотел бы вспомнить сначала, хотел бы вспомнить время, вот, когда кончалась, так сказать, советская власть, начиналась, должна была начаться перестройка, но Арон Алексеевич тогда как раз умер. Вот, но мы, вот, в это время мы, вот, Арон Алексеевич, Дина, я, и еще иногда к там примыкал Айштейн, вот, собирались у Галины Исаковны. Правда, были противоречия, потому что Арон Алексеевич говорил, что это очень хорошо, и вот мы сейчас поговорим, хорошо поговорим, вот, но лучше было бы, конечно, если бы мы колбасу бы нарезали на газетки, вот, и все было бы тогда хорошо. Но Галина Исаковна, она любила, так сказать, приготовить, и чтобы все было, так сказать, изящно. Арон Алексеевич как-то это все плохо понимал. Вот. И вот тогда мы говорили, что бы случилось, что бы нужно было сделать для того, чтобы, так сказать, события развернулись и стали бы развиваться в нужном направлении. И нам казалось тогда, ну, потолковым, так сказать, пределом вывезения войск из Афганистана, да? Вот мы тогда говорили, ну вот сейчас Горбачев придет, приходит к власти, и ему же ничего не стоит вывезти войска из Афганистана, и вот тогда все пойдет, все пойдет как надо. Вот. И действительно Горбачев пришел, но Арон Алексеевич уже, так сказать, этого не видел. И действительно войска выведены были из Афганистана, и действительно было много, много, много еще того, что даже тогда в голову не приходило, так сказать, и казалось, которое должно перевернуть жизнь. Вот. Но оно перевернуло, конечно, но возникли последствия, совершенно тогда непредвиденные, совершенно, так сказать, то, чего мы не могли видеть. Но вот мы тогда все это обсуждали, и казалось, что, ну вот вы, тут войска из Афганистана, да? Ну даже нам, даже в голову не приходило, что могут быть такие вещи, как ликвидация, допустим, ликвидация тоталитарного строя, там, ликвидация партии. Вот. Ну это, и все, что за этим последовало, но это, и мы тогда говорили, как жаль, что Арон Алексеевич не дожил до этого, как жаль, что он не видит этого. И мы неоднократно говорили, что как жаль, что Арон Алексеевич не застал, и что, вот как бы он радовался, как бы он, ну как бы это важно было бы и для него тоже. Вот. А после этого мы говорили, часто уже говорили, как хорошо, что Арон Алексеевич, как хорошо, что Арон Алексеевич этого не видит, потому что он этого не мог бы даже себе и представить. Ну действительно представить себе, что рыночная психология пришла на смену, так сказать, системы ценностей, которые диктуются наукой, диктуются наукой и событиями в науке. Этого, конечно, невозможно было себе даже представить. Вот. И пришла рыночная психология, и мало того, что она пришла, она захватила, она захватила широкие слои, так сказать, научной интеллигенции, захватила, одних захватила тем, что открылись границы и можно было уехать, других захватила тем, что другим захватила своими соблазнами, тем, что можно было заработать, и, так сказать, это, да, и она отравила, так сказать, ситуацию в том, что, ну, что сама по себе научная работа, сама по себе, само по себе исследование, научная работа стала как бы неинтересным, оно стало неинтересным и ненужным. Вот. Ну, это особая статья. Вот. Ну, сейчас мне хотелось бы сказать, что вот то, что у Аарона Евсеевича, то, что Аарон Евсеевичем было заложено, ну, может быть, до этого мне бы хотелось сказать, что Аарон Евсеевич действительно занимался тем, чем хотел, во что он верил, тем, чем он хотел заниматься. И, конечно, вот одна из таких драматических сторон его деятельности была та, что прогресс в этой области определился клеточными делами тем, что определился клеточными делами тем, что клетки, клоны клеток, которые синтезируют различные антитела, так сказать, стали в центре событий. И именно отбор клонов, отбор клонов, отбор клонов, которые продуцируют те или другие антитела, которые предсуществуют при этом, стали определяющими. Аарон Евсеевич, ну, не хотел он в это верить. Он, так сказать, он занимался этим тоже. Вот. Но он не хотел в это верить. И то, что он делал, он старался показать, что дело определяется биохимией, дело определяется синтезом антител, что антитела, когда они синтезируются, то вот здесь складывается их специфичность. И этим определяется их специфичность. И он все время пытался совместить, показать, что вот клеточный подход и биохимический подход, что он базируется на биохимии. И вот то, что он делал, а делал он, он пытался вывести синтез антител в такую ясную систему, в понятную систему, в инвитровую систему, да, и он делал это, и он ставил синтез антител в шелезенке, да, в инвитровой системе. Вот. Он вместе с Асей Круковой, он работал и все время пытался доказать, что пытался сделать систему, в которой бы клетки, в которой бы клеточный отбор, так сказать, в которой бы участвовала биохимическая сторона и биохимия. И вот он все время пытался, он не говорил об этом, но он, но он, но не верил он в то, что клеточное, клеточное, что отбор клеток, это главное в антителе образования. И это хорошо. То есть это, и в этом, в этом, в этом его своеобразие, как ученого. И вот то, что он делал, он делал, он делал, вот, исходя из этого убеждения, и вот, и как ученый, он должен был это делать. И то, что он это делал, так сказать, это в этом его, и в этом его вклад тоже. Вот. Ну, то, что Арон Евсеевич сделал, и сделал с самого начала, а именно изоляцию чистых антител и аминокислотный состав антител, это было сделано впервые, это было сделано капитально, это было сделано так, что сейчас, когда иммунология практически кончилась, я несколько слов об этом скажу, вот, когда иммунология практически кончилась, и когда мы сейчас можем уже подвести, что же было сделано такого кардинального в иммунологии, то это, прежде всего, изоляция чистых антител и аминокислотный состав чистых антител, и работа с чистыми антителами, не, так сказать, опираясь не на их титр, опираясь на их количество, так сказать, абсолютно, и на их состав. Вот это, то, что лежит в основе новой иммунологии, и то, что создало основу новой иммунологии, это сделано было Ааронем Евсеевичем, как многие, как многие другие вещи, попытки показать, там, прав он был или не прав, это совершенно не имеет значения. Он был ученый, и то, что он делал, он делал по-настоящему. Вот. Я хотел бы еще сказать несколько слов, вот, в пользу, ну, не в пользу, а в поддержку того, что было вот здесь организовано, здесь в институте Гамалия реорганизована вот и эта конференция, и то, что было сделано. Значит, здесь три доклада, да, ну, три направления. Ну, одно направление, о котором Толя там не говорил, но мы, так сказать, все знаем, что это, одно направление, которое привело к выживанию лаборатории, к тому, потому что лаборатория Рома Алексеевича сохранилась, и не просто сохранилась, а что она сохранилась, что она работает, что она работает хорошо, и что она выжила. Да, это вот проблема выживания, с которой столкнулась лаборатория Рома Алексеевича, с которой столкнулся Толя Суслов, вот, и которая, так сказать, очень, очень хорошо решена но ясно что этого мало этого недостаточно потому что жизнь же идет вперед и методы допустим метода определения антител совершенствуется и вместо определения антител уже как белков как антигенов придут и приходят по видему ну приходит писяр да по нуклеиновым кислотам более чувствительный вот способ и этом и это будет приходить не так другое будет приходить и будут развиваться все время поэтому мне кажется что это направление хотя она дала свои плоды и привело к тому что лаборатория сохранилась что лаборатория сохранилась и что сотрудники сохранились и работают и хорошо работают и что нужно необходимо думать о дальнейшем о том во что это выльется что какие фундаментальные проблемы выльется эти исследования может быть может быть я может быть вы определяете вирусы гепатита b и c но сейчас уже хорошо доказано и это так сказать очень нужно определять антигены этих вирусов но сейчас уже хорошо доказано что эти вирусы что эти вирусы вызывают каким-то образом вызывают рак печени но каким образом это неизвестно как они вызывают рак печени это неизвестно хотя это наиболее как казалось бы простая и ясная система вызывали они прямо рак печени или 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 они способствуют раку печени который возникает каким-то другим способом это же не ясно и может быть это один из каналов по которым работа лаборатории вот имеющие прямое отношение к вирусам гепатита b и c выйдут на фундаментальные проблемы уж более фундаментальной проблемы нету пожалуй да это 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 железные проблемы это железно фундаментальные проблемы и найти конечно к ней подходы и вот возможно то чем вы занимаетесь это наиболее близко подходит к этой проблеме эта проблема сугубо фундаментальная миша миша занимается тяжелой болезнью да ну так сказать антигенами которые накапливаются и вызывают тяжелую болезнь вот очень тяжелую болезнь это одна из самых фундаментальных проблем но которые занимаются неважно которые занимаются в америке не только в америке но занимаются в основном в америке и миша к этому к этим исследованиям и так сказать аромат и здесь так сказать оставил свое наследство поскольку миша вырос аромат ну мне конечно наиболее близки и наиболее наиболее может быть симпатичны работа кассе как кати сидоровой потому что это Катя как она всегда занималась синтезом неспецифических губулинов а это сугубо фундаментальная проблема и мало понятная проблема и сейчас да вот и Катя так сказать не отходя от фундаментальных проблем показала что можно заниматься фундаментальными проблемами и в наше время вот и можно заниматься фундаментальными проблемами и можно можно пользоваться различными фондами да ну такими как фонд фундаментальных исследований я думаю еще какими-то фондами и поездками за границу в общем всем этим можно пользоваться для того чтобы группа лаборатория в которой она руководит не просто существовала а существовала и разрабатывала фундаментальные проблемы это мне кажется чрезвычайно важно чрезвычайно важно и это действительно показывает что наше время хотя и тяжелое время но время в котором можно заниматься фундаментальными проблемами и можно изыскывать способы для поддержки этих фундаментальных проблем но вот все эти три направления три разных направления которые вот сегодня так или иначе были представлены будут представлены все они нашли начало лаборатории аром евсеевича и это очень очень хорошо и очень приятно то что вот вы сегодня это устроили и устроили именно в этом институте и и я думаю что аром евсеевич был бы ему было бы это чрезвычайно приятно и хотя он может быть и очень согласился с тем что с прикладными вещами но он же занимался и прикладными вещами тоже и так же серьезно к ним относился как фундаментальным вещам он относился но во всяком случае я думаю что он был бы рад и я думаю что вот всем нам приятно то что все разные казалось бы разные направления все они вышли из лаборатории арома евсеевича и осуществляется его сотрудниками и учениками спасибо аплодис 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 сделал и проучился под его руководством и хватит обо мне буквально таких живых штрихов обсуждаем какую-то проблему так глубоко задумались я ему что-то там доказал только он говорит дурак дурак я думаю как он догадался как он догадался что я дурак сижу сижу потом он по моему лицу понял что я как-то не очень рад что он догадался алик это не о вас это я себе говорю по-видимому он в этот момент он отвлекся он подумал как будто бытовую проблему а когда погружаешься в научную проблему в бытовом часто делаешь очень большие ошибки я по себе знаю и потом я себя до сих пор ловну то это от него то у меня тоже это заложено все время вслух громко говорю ну не при всех дурак понимаешь что куда-то не в ту степь в бытовом плане заехал второй штрих который запомнил когда он что-то не понимал во всех этих завиральных идеях о чем звук то есть в чем смысл ваших слов у Алешки там конкретные гипотезы вот теломеры укорачиваются лидорепликации все а здесь что такое система какая система какие факторы где чего непонятно потом шпаргалку написал поскольку это та самая заболевание которое пытался горит взяли видимо там еще были такие значит у него первым в конце аспирантского срока у нас срывались опыты потому что как потом выяснилось копеечный сам бикарбонат разваливался и буферность не было и клетки гибли а мы все думали через Гарри Израильевича заказывали свежие эмбриональные терячие сыворотки и присылали из Америки стали грантов 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 было больше да конечно Гарри Израильевича сами знаете в 75-м году когда ему Рокфейдорфскую премию присуждали он сидел с нами на базе овощной перебирал картошку перевозку а в Нью-Йорке там его награждают это самое медали в 75-м году ну еще он еще про дураки он говорил когда ко мне приставали на семинарах он говорил типа мою защиту мне очень нравится Алик не трогайте его но очень не нравится его теория честно признавался что не очень признавался а вы посмотрите в культуре нашей Асенька так хорошо сделала Валя там просиликанировала клетки должны жить были импортные среды которые за доллары куплены а эти клетки прокляты дохнут а эта мышка грязная по помойкам бегает и живет и живет а дело в том что эти клетки то сидят на силиконе без подложки они все идут в дифференцировку либо гибнут в паптос а тут они сидят на подложке внутри там все это потом стало известно и еще буквально два штриха в начале когда я поступил значит Оля Григоева сотрудница считала под микроскопом для того чтобы нужно разведение лимфоцитов как было в культуре на гемоцитометре значит я а мы с вами все сзади стояли значит я говорил 28 она так докончит потом смотрит 28 начну угадал потом значит я говорю 35 он смотрит 35 он говорит Оленька может мы не будем глаза портить может маленько будем спрашивать и все будет а в конце до сих такого совершенства там уже плаки на чашке Петри там уже сотни были она говорит 285 320 они смотрят считают все действительно так но это конечно совпадение никакой я неугадка вот и теперь еще одно совпадение почему Алексей Матвеевич сидящий здесь в зале самый крупный геронтолог российский о чем я вам скажу потому что во-первых его как геронтолога будучи кандидатом наук который принципиально не хочет защищать докторскую хотя давно уже пора его много раз выбирали в академию он собирал приличное количество голосов но естественно не проходил потому что некоторые снобы говорили да пусть сначала докторскую защитить что ему в академике понимаете это первое и портрет его висит в Менло парке в Калифорнии в Герон корпорейшн поскольку придумал то что то известная величина и вот я задумал ну и я грешный тоже геронтолог Эдуарова на Евсеевича был и после то есть я думал с чем это связано и нашел такую как теоретику закономерность Ароний Сеевич как известно родился 20 мая если не помню память да 18 года ровно за 10 лет в точности до Леонардо Хейфрика эффект которого объяснил благополучно Алексей Матвеевич то есть вот такой он неоднократно номинировался на Нобелевскую премию как было известно почему-то не дали то есть одно сарпадемие и еще он родился за 10 лет на 10 лет позже чем другой знаменитый бакинец академик Лев Ландау который правил 22-го я наверное надеюсь но 1908-го он не геронтолог может быть насчет чего-чего он не геронтолог и не это самое его последнее и даже даже самый главный геронтолог мира в ООН который сидит Саша Сидоренко аспирант Дельштейна который косвенно имеет отношение к нашей лаборатории который просто приходит раз в неделю или два раза в неделю за кислородом с таким баком то есть вот он заразился этим каким-то непонятным геронтологическим духом анимеологическим и сидит в ВООН уже вот сейчас у него срок кончается лет 15 наверное главный геронтолог ну вот в основном я тут еще что-то там накидал но я думаю может еще другое что-то умнее скажет а я как теоретик ничего больше интересного не придумал да у меня самые главные у Воронежаевича не методисты эти самые способы как он здесь говорил именно сорбент это все понятно я не методист мне это мало интересно а вот то что он до Ерне первый показал динамику образования телообразования а потом с помощью радиометки а потом уже Ерне с помощью плаков кому это показал точно кривую повторил абсолютно точно это в общем-то достаточно крупный склад да еще его один из сотрудников Валя Скворцов развил абсолютный метод определения то есть одно антитело он мог определить ни в миллиграммах ни на веско насколько это с помощью вероиммуноэссе правильно это называется ну в общем если меня не остановить то лучше я сам остановлю спасибо за внимание я по слову хочу добавить непонятно как у меня просто выскочила совершенно выпало из ну понятно потому что это так сказать не строго в линии исследования Рома Алексеевича но я хотел бы сказать я хотел бы сказать то что я всегда говорю не то что то что я хотел бы повторить то что пройдет время и когда нас всех или почти всех уже не будет и когда так сказать в науке будут считать что сделано то то что останется то среди того что останется будет работа будет работа будет работа Алеши Алобникова которая сделана которая так сказать которую высказал ее когда был в лаборатории Рома Алексеевича то есть работа о сокращении аборгинотомии да о сокращении гены хромосом при ее воспроизводстве как основы старения основы кризиса основы основы геронтологии и далеко не только геронтологии так сказать как одно из основных глеточно-биологических явлений и это вещь которая 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 необходимо признать как кардинальную вещь сделанную нашей биологии и которую признают заграницей но вот не хотят у нас но не то что не хотят а вот как-то ну вот я хотел бы сказать что это одна из кардинальных вещей которая сделана сотрудниками Одно предложение Гарриа Израилевича. В 2001 году среди российских ученых был опрос, кого вы считаете в России достойных Нобелевской премии. И первые места заняли Алексей Матвеевич Аловников и Академик Скалачев. То есть непредвзятый в 2001 году опрос был выглянут. Так что он на таком формально-неформальном уровне, в очередь хорошо котируется. Но там чисто бюрократические такие вещи, которые вы знаете очень сильно. Здесь спрятался Алексей Матвеевич. Как нельзя обойти вас стороной. Придется рассказать, какая была атмосфера в этом отношении к лаборатории, что родилась эта идея и она созрела в пиложью. Ну, атмосфера это была самая хорошая, чего уж там говорить. Вот. Это однозначно. Это не юбилейное утверждение, а просто доставать и так. Вот. Я тут пока вот все это было, я набросал несколько строчек, и я в них вот заглядываю тогда. Значит, я с чем, что здесь говорилось, с чем-то почти совсем согласен, но с чем-то не согласен кардинально. А вот, давайте я скажу сразу, с конца начну, с чем я кардинально не согласен. Вот. Я не согласен с концом иммунологии. Вот. Я совершенно не согласен, я занимаюсь иммунологией уже давно, уже забыл, что такое антигена, что такое антитело. Вот. Вот. Но вот иногда попадаются статьи, там видишь все. На самом деле это величественный мир иммунитета. И это фактически, что такое иммунитет. Мы сейчас стоим, я думаю, у... Ну, как это говорится, нам доступна вершина Айсберга. На самом деле там огромнейшее, много чего непонятного. Вообще, что такое иммунитет? Это ответ эукариот-прокариот. Вот что такое иммунитет. Эукариот-прокариоты, бактерии, вирусы, либо самостоятельно живут, либо паразитируют. Но если они паразитируют, то чаще всего, значит, на эукариотах, на многоклеточных эукариотах, которые придумали защиту. Эта защита настолько сложна, настолько остроумна. Вот именно, что остроумно, другого слова тут не подберешь. Что мне кажется, вот, и чем дальше в лес, тем больше дров, на самом деле. Не просто, вот мне кажется, вот тут, Игорь, я с тобой не согласен. Вот на самом деле там настолько все забавно, интересно и сложно, и вот, что иммунология не кончается, я думаю, в ближайшие десятилетия не кончится. А будут находиться все большие повороты с регуляцией, с антирегуляцией. То, что вот Арон как раз и хотел найти, все эти вот такие вещи. И это будет сильно продолжаться. Теперь я что еще хочу сказать? Вот насчет того, что... Ну, это вот, это конец. Вот, а теперь к началу я бы так сказал. Да, значит, вот тут у меня насчет того, что... Вот как отразить бы вот то, что говорил Арон. Вот это уже упоминали, но немножко в другой форме. Его любимое выражение было, я не знаю, вы слышали ли все его любимые, но я это выражение слышал, а это меня поразило своим астроомием и истинной правотой. Радуйся, пока контроль не поставь. Я считаю, что Арон Евсеевич правильно делал, что не сводил антителообразование к селекции. Селекции, да, Бернет, книжку которого я когда-то переводил... Я очень хорошо переводил. Ну, по этому поводу, по переводу, что я не могу не сказать, не называя имени одного человека, который сказал, ну, книжка действительно очень хорошо написана. Но это же просто было, Бернет же хорошо по-английски пишет. Ну, уж я так и сказал. Да, редактором перевода была Росея. Ну, там и несколько лет, да, когда-то было, это когда-то будет, по-моему. Нет, нет, редактором перевода вот этой книжки Бернет. Вот, Бернет. Бернет, который ты переводил, и главным редактором перевода был Арон Сейсбург. Вот. Сегодня его день. Сегодня его день. Книжка была в то время очень... Да, ну, значит, что я хочу сказать... Книжка прекрасно перевезена. Ну, вот, значит, селекция действительно, и он и ухватил правильно, что есть он, Бернет, ухватил правильно, и всех этих загипнотизировал, все это вот как-то, все хорошо. Но на самом деле, вот, Арон был прав, что он не сводил из тела образования только селекцией. Фактически, Тенегава показал, что из ничего собирается, из заготовок собирается, да? Это же совсем не селекция. Это потом она уже, когда дело сделано, фактически. Фактически, когда уже создано, то вот выбери. Вот это мусор, а это мне сейчас надо, да? Вот что такое селекция. То есть, фактически-то происходило на молекулярном. Вообще, на самом деле, вот жаль, что вот, ну, зал, оптимист сказал бы, полузаполнен, а пессимист был полупустой. Жаль, что не так много, да, не так много вот людей, которые вот дальше. Вот студенты бы должны были послушать, какой вот Арон был. Вот. И еще, например, и Тенегава в прошлом, а я скажу про сегодняшнее. Что такое антителообразование? Это же не только вот Тенегава, как механизм создан, а дальше идет тонкая подгонка, не просто селекция, а идет гипермутагенез соматический. Так, соматический гипермутагенез на сегодня, на, что у нас, вторник, да, неизвестно до конца, как он работает. Неизвестно. То есть, на самом деле, это требует еще дальнейшего понимания и соображения. Но ему это единственное, что неизвестно. Ну, да, но это единственная одна из важнейших вещей при создании специфичности и о видности антитела. Вот. И поэтому то, что он все хотел куда-то вот еще в такой вот молекулярной и понять, как все, вот это он правильно, на самом деле, шел на мой взгляд. Вот. Теперь, теперь, теперь вот что-то я еще хочу. Да, между прочим, насчет соматического антитенеза я опубликовал одну гипотезу, которая прошла абсолютно незамеченной, абсолютно лежит. В 86-м году. Ну, наверное. Их всегда в контакте. Вот. Да. Ну, вот. Где я объяснял. Но теперь я на сегодня понимаю, что она тут не совсем правильная. Что там нужно что-то еще. Но, тем не менее, значит, не решена проблема. Вот. Вот что Арун Алексеевич, вот его цитировали, делал всегда то, что хотел. И вот в чем еще его была сила? Вот он всем желающим в его лаборатории тоже давал делать то, что хотел. И вот я, в частности, и другие воспользовались этим в полной мере. Вот. И вот это, молодец. Потому что это далеко не... Это очень... На самом деле, еще один человек, в отделе которого мы работали, Лев Александрович Зильбер, он был вот в этом же зале, в этом зале, вот тут был президиум, сидели тут разные, вот. И сидел Зильбер. И Зильбер сказал нечто такое, но что-то вот здесь как раз... Как-то там было... Что-то насчет меня он сказал, вот какой-то вот так вскользь. А я в большом раздражении на это встал и сказал, «Лев Александрович, ваши слова не несут смысловой нагрузки». И это прекрасно. Вот, 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 вот. Значит, и что? И что? После этого ничего. Ничего. А много ли таких начальников, когда после этого ничего? Он упынулся и сказал так, вы думаете. Вот. Да-да, именно так. Да, он так отмилел, да. Вот. То есть, вот и Арон, и Лев Александрович, вот они вот такого вот люди. Алеша, я хочу добавить одну празу. На первом свидании с Ароном, когда он брать меня был, он сказал, «Вы не должны со мной соглашаться, вы должны говорить, «Ты сам дурак!» Вот. Еще, значит, тут, ну вот я, пожалуй, как-то все это возвратно к самому началу был. Вот тут говорили, последний список был в том, что было сделано, вот это как раз и Монсорбент. Это вот то, что мы с Ароносевичем сделали вечером, опубликовали. Значит, это вот иммунизация кроликов и Монсорбентом. Я помню, как это было. Это было так. Значит, ну, там много, все время в лаборатории возились с Монсорбентом. Как же звали кролика, не помните. Кролика не помню, да. И тут, значит, я, вот как я ему говорю, Ароносевич, а может быть, мы вот это все загоним ему, кролику, и будет иммунизация. Вот какая его реакция? Я вот до сих пор помню реакцию. Он на меня посмотрел так вот внимательно? Неси кролика. Неси кролика сразу. Значит, что получилось дальше? Дальше получилось ужасное. Значит, кролика я привез. Сарбенты были еще не переосажденные. Арон еще не придумал вот это переосаждение целлюлозное, а был порошок. И вот это самое. Да, Арон, где чем-то занят в это время был, я решил сделать первый опыт. Значит, засадил этого кролика в нефиг хвалиться. Засадил в клетку, а там вот он закрывается, вот так закрылся, ну, чтобы только голова его наружу. Вот. Весь сделал из суспензии этой целлюлозы. Набрал шприц и ему виноват в вену краевую. Что произошло дальше, это не поддается описанию. Значит, это взрыв какой, как атомная бомба. Кролик рванул из ящика, сорвал вообще, сломал этот ящик, ну, вот, за корот. И вот такую дугу, почти вот до половины комнаты, вот такой, вот так пролетел вот до этого стола и там начал биться. И сразу быстро ходил. Вот такая штука была. Пришел Арон, развел руками. Я тоже смотрю, вообще, ну, вообще, что делать. И все, и так мы это дело оставили, вот, потом Арон придумал переассортивание. И тогда, значит, решили к этому вернуться, но уже не пользоваться краевой веной. В этом смысле Арон всегда любил про Дон Кихота рассказывать. Он говорил, что в случае чего, он говорил, ну, ты помнишь, ты помнишь, как там с Дон Кихота? Ну, а как там, Арон Зимович? Ну, очень же просто. Вот он нашел медный таз и его надел на голову и стал вот ходить. И потом он говорил, Санчо, иди сюда, возьми этот самый меч и ударь мне, вот, и ты увидишь, что я защищен. Нет, я не буду, лучше вы меня убейте. Ну, какой ты вообще неверующий. Ну, он говорит, снимите его с головы, я попробую. Вот. Санчо, значит, положил медный таз, как вы знаете, положил его на голову на это, ударил, и все, снял. Вот. На него молча посмотрел, значит, Дон Кихот, на колени выпрямил этот таз, надел его на голову и больше не испытывал. Вот, значит, вот это рабочее любье повторять. Вот. И, значит, мы больше не испытывали введение в краевую вену уха, а вене подхожно, и получился этот самый иммунный ответ намного сильнее, чем по Адилану, с Адилану утром. Там что-то 12 миллигран в медведи, жуткое было количество. Причем, что забавно, вот иммунитет, как он работает, ну, что вот если он работает, то работает. Потом был аспирант Орлов из Болгарии, с простой болгарской фамилией Орлов. Ну вот, да. Георгария, да, которая любила повторять «Мне нужны деньги, пока я молодой». Вот. Правильно. Она не кажется. И вот этот самый Орлов этому дал ароносерийский тему диссертации, вот это иммунизация, но уже поскольку с целлюлозой мы это опубликовали, а нужна какая-то оригинальность, чтобы была у Орлова, ему дали на асифодексии. Вот. И так вот, все те же самые, эти самые, содержания антител, вот это абсолютное. Ну, типа там от 10 до 15, где-то в их пределах, жуткое количество, вот, миллиграмм в медведи. Значит, теперь, теперь, пожалуй, две вещи мне осталось сейчас сказать. Значит, когда я совсем пришел в незапамятные времена молодой и зеленой к Орону Алексеевичу в институт, где он еще не здесь работал, там вот на этой самой, и я ему вот понравился как-то, вот, ну вот чего-то такое, вот, вот, вот чего-то делай, вот. И вот помню, самое вот забавное было, там что-то получилось, ведь я не помню, как-то там, в каком-то празднике, говоришь, что-то к дню рождения, что-то такое, значит, а подарили мне, вот, подарили мне открытку, на которой был нарисован Орон, вот такой же, вот такой же. Ну, там, наверное, фотографию какую-то сделали, все это такое, вот, и он держит обруч, а в обруч прыгает каштанка, но каштанка-пья. Вот, ну, как вот у Чехова, вот там каштанку, самый, вот хозяин, очень любил. Ну, вот, ну, в общем, это мое самое, это, роднерское мероприятие. Талант каштанка, талант. Вот, значит, и, вот, и я на этом бы совсем бы и доверил, дозволенные мечи, но, пожалуй, закончу я на поле. Вот, вот, в те времена, на самом деле, структура антител-то совсем была непонятна, и правильно Орон хотел вот заниматься таким вот. Ну, до того было непонятно, что всерьез можно было ставить опыт, который в 30-х годах, который следовал из теории, которую в 30-х годах предложил Лайус Полинг, великый, гениальный человек совершенно, Лайус Полинг. А что предложил? Вот, это противоположность, вот, селекции, там, всему, а это, вот, как бы, отпечаток. Да, вот. Вот, а теперь, и, ну, и действительно, как бы, есть основания. Вот, со времен Эрлиха, вот, известно, ключ-замок, вот, значит, такое. Ну, может быть, прямо вот она и печатает, как-то, вот. Инструктивная теория. И, мое самое первое, вот, это вот самое первое впечатление, когда я пришел к Корону, ну, может, не в первый день, но вот уже, когда там осмотрелся, он говорит, давай мы с тобой поставим опыт. Опыт по проверке тела и полинка. И какой же опыт? Он взял сыворотку, ну, или, я не знаю, кролика, или там, как бы, скажи, всего, кролика. Вот. И что он дальше сделал? Вот, вот, сейчас это звучит даже смешно. На самом деле, это вот, вот так понимали вот ученые в тот момент. Просто наука же все время вот так вот идет, и потом нам кажется, ой, Аристотель этого не знал, который был умнее нас. Вот, Аристотель. Так что, вот. Значит, короче говоря, что же, как проверять? Сыворотка. К сыворотке добавили метиленовую сим. Вот. Вот, и поставили в термостат рекрудируемость. Вот. И после того, когда там два дня, или сколько, там рекрудируемость, пока чуть не заросла, вот, значит, ну, до того, пока она заросла. Значит, ее взяли, дальше ее в этот самый салофановый мешок, диффузия, чтобы она ушла, она ушла, получилась сыворотка уже без метиленки. И дальше, ну, значит, если Олинг прав, то там образовались антитела, и следовательно, если теперь взять этот мешок и поместить его в эту самую синьку, в новую свежую синьку, а рядом поставить, как контроль, такую же сыворотку, но не подвергавшуюся обработке, то этот, который антитела, сильнее наберется и удержит синьку и так далее. Вот такой опыт был сделан, он дал, как мы догадываемся, отрицательный результат, ну, вот такая вот, ага, вот такая вот вещь. Так, на этом, опять же, не конец, как это говорится, значит, сейчас вот, вот у меня на руке часов нету, а вот у Алька и есть. Сколько сейчас? Без 15,5. Без 15,5. Значит, если я не ошибаюсь, через 15 минут в университете. В главном здании... Джеймс Уотсон? Нет, не Уотсон. В главном здании, в аудитории 0-1, начнется лекция по иммунологии Нобелевского лауреата, иммунолога, который бросил иммунологию и занялся изучением мозга. Джеймс Уотсон, Этельман. Джеймс Уотсон, Этельман. Джеймс Уотсон, Этельман. Джеймс Уотсон, Этельман. Занялся изучением мозга и озаглавил свою лекцию, которая через 15 минут начнется, физическая реальность и интеллектуальная реальность. Ну, что-то вот в этом духе вот так вот. Так, к чему я это сейчас вспомнил и какое отношение имеет это вот к опыту, который я вот наблюдал, вот который Ротстейн. На самом деле, то была проверка Полинга, а значит, что сделал Этельман? А Этельман, как вы все знаете, он, как сформулировал Арон когда-то, было два человека, которые вот уже входят в розинки, значит, которые вскрыли структуру антител. Портер и Этельман. Что сделал, как говорил Портер? Портер распилил молекулу поперек, а Этельман – до. Вот, и правильно, и правильно. И вот сейчас, вот, то есть тогда еще ничего не... Вот, и правильно, что Арону все тянуло вот в эти вот края. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо большое, Алексей Матвеевич. Пахнуло атмосферой, в которой жир и вокруг себя создавал Арон Сейч, где прыгали кролики, печатались антитела с помощью синьки. Замечательно, Леша. Спасибо большое. Прошу вас. Прошу вас. Ну, я приведу один только маленький пример. Маленький пример приведу. Все у тебя типа спрыгалки. Все двойцы. Вот. Значит, я иммунизировали кролика. Значит, нужно взять кровь. Арон Исейч подвигает мне и говорит, смотри, как можно тебя одевать. Сам берет эту кровь. Я, конечно, страшно возмущен, потому что как так? Это же мой опыт, так? Почему он должен, так сказать, это? Вот. Ну, это было. Вот. А так, в принципе, мое знакомство с Адилом Зильбера началось, когда я был на третьем хорсте мединститута. И поехал в Ереван, услышав о том, что есть конференция, на которой, так сказать, будет, так сказать, рассматриваться вот вопрос иммунологии и все остальные, так? Там я познакомился с Катей Сидоровой, познакомился с Борей Бронзом, так сказать, так? Вот. Это 61-й год еще был, так? Вот. И, конечно, тогда уже в сомнении всех, куда поступать в аспирантуру, так сказать, они как бы исчезли, так сказать, нужно было только знать так, что удастся ли поехать в аспирантуру. Нет, ну, удовольствие, так сказать. Вот. И после этого, так сказать, когда, значит, Зильберовский отдел в этом плане решился, иммунология опухоли как-то меня не привлекла, и я решил тогда короносеющим курочек пойти, так? Вот. И что отличительное вот качество Армасевича, значит, при этом повернуты на кислотах, так сказать, так, и, так сказать, и сказал Армасевич, вот я хочу на кислотах. Он говорит, ну, давай, так. И я, значит, начал заниматься на кислотах, и дальше, так сказать, пошло, так сказать, те трудности, которые есть с на кислотами, так сказать, так. Вот. И, в общем, первую статью в результате мы опубликовали через год в журнале BBC. Вот. И... Значит, конечно, знаете, была тогда в Зильберовском отделе была потрясающая, теплая и хорошая установка. Я еще на ней веду вакцинный корпус, где, я помню, первого, вот, который я поставил, это, залил электроциты и добавил клетку, так сказать, который образует тела электроциты. Я увидел в Лисе, так это вдохновило. Вот. Ну, и, сказать, то, что Армасевич, так сказать, позволил мне, как бы, заниматься нуклеевыми кислотами и все остальное, это, конечно, в общем, эта свобода, так сказать, она давала, как бы, отпечаток на это и позволил, так сказать, эту свободу, так сказать, реализовать дальше, так сказать, потому что, в принципе, мы впервые выделили, так, полимеразу, и, так сказать, это уже, так сказать, признанным такое остается, так сказать, все эти ФЦР, так сказать, без нее, как вы понимаете, не заходит. Вот. И далее, дальнейшее, так сказать, у меня еще, там, у Армасевича был, так сказать, очень тяжелый период, когда его Барален хотел выгнать из местуры, так, и, в общем, его ограничивали очень сильно в этом плане, так. Там, там, это было связано с Тарик Боровым. Вот. И Армасевич, так сказать, абсолютно четко, так сказать, высказался по этому поводу и плане того, чтобы отстоять и, так сказать, чтобы это было видно было. При этом он рисковал, стоял вопрос о том, чтобы закрытие было батареи, так. Ну, несмотря на это он, так сказать, несмотря на это он выступил, так сказать, и отстоял, так сказать, чтобы этого не происходило. Так что, ну, в общем, слова были. Вот. Один раз у меня была возможность, так сказать, побывать в Армасе еще дома. И вот он меня завел в свою комнату. Такую. Кирью, так сказать, где? Я открыл шкафчик, так сказать, где я увидел иконы, которые, так сказать, Библия. И, в общем, конечно, это было так невероятно тепло и, в общем, приятно, тем более, что я в это время находился на лечении, так сказать, и, в общем, было. В общем, я могу сказать так, что я, мне везло в жизни, я много встречал хороших людей, но Армасеевич это основной и самый главный, который, так сказать, которому его, так сказать, пока наши были никогда не забудем. Потому что, конечно, таких людей, в общем, появляется не так часто. Спасибо. Ну что, друзья, кто скрывает впечатление, переполняющие его, не хочет с нами поделиться? Катя, пожалуйста. Поделись перед докладом. Да ну ее процедуру. Следует традициям Армасеевича, не процедуры главные. Здесь мы собрались не для этого. Ну, тогда я могу... Конечно. Ну, просто, поскольку я понимаю, что доклады вы не выберете. Как это? Пожалуйста. Вы пришли на доклады и не выберете? Пожалуйста. Это выборы. Доклады не отменяем. Просто после колбасы обязательно... Впечатление. Сейчас первая часть — это воспоминания. Пожалуйста. Просто о том, как я познакомилась со стороной Армасеевича. Значит, было это, извините, страшно сказать, 50 лет тому назад. Я поступила в аспирантуру, в лабораторию Бронштейна Александра Ефеевича. Было это в Институте медицинской и биологической химии. А наша лаборатория находилась на этаже под лабораторией Копланского Самуила Ефеевича. А Рон Ефеевич был в этой лаборатории старший научный сотрудник. Ну, аспиранты сидели до ума по врачению, естественно. Но Рон Ефеевич в этом смысле ничем от этих оголчевых аспирантов не отличался. Он уходил из института, бог знает когда. Но вот иногда, когда он уходил раньше, скажем, чем я, то он заходил по дороге, он должен был пройти мимо нашей лаборатории, он по дороге заходил, значит, в мою комнату. Ну, иногда он что-нибудь мне рассказывал, иногда просто говорил до свидания, всех благ, значит, и уходил. Но вот когда он мне что-то рассказывал, то я, конечно, задавала вопросы, я вообще любила задавать вопросы. Наверное, на редкость идиотские, но тем не менее он очень серьезно мне всегда на эти вопросы отвечал и вообще рассказывал, что и как. В тот момент, когда я уже была на третьем году аспирантура, он как-то зашел вечером в лабораторию и сказал, что, значит, Лев Александрович Зильберг предлагал ему лабораторию в институте Гамалея и спросил меня, не хочу ли я пойти работать после окончания аспирантуры к нему в лабораторию. Значит, ну, у меня тогда был выбор, в общем, довольно, так сказать, приличный, потому что Бронштейн сватал меня в институт питания в Черносу, но институт питания меня привлекал только с прагматической точки зрения. Вкусненько и так далее. Значит, дальше я могла пойти, в принципе, к Хесину заниматься нуклеиновыми кислотами. Почему-то меня тогда это не привлекало. А вот Арон Алексеевич как-то в один из разов, когда он зашел в эту лабораторию, он мне нарисовал три кривые, которые, в общем, меня, так сказать, потрясли, что называется, воображение. Он нарисовал кривые росты, нормального роста клеток, которые сначала раздеваются, потом выходят на стационар. Так, так сказать, половая кривая. Ну, потом, естественно, все, кончается. Вторая кривая – это кривая безудержного, сумасшедшего роста опухолевой клетки, которую, так сказать, ничем не остановить. И третья кривая – кривая биосинтеза антител. К этому времени он ее уже сделал. И эта кривая имела четкий максимум и очень резкий спад. И мне тогда показалось, ну, в силу моего общего невежества и, так сказать, энтузиазма юношеского, что называется, что вот если удастся понять, чем обеспечивается, каким механизмом вот этот вот спад, то, может быть, удастся бороться с опухолем. И вообще, так сказать, вот найти это, подойти к этому, найти ключ к этому. И поэтому, когда Аруна Алексеевич предложил мне пойти к нему в лабораторию, то, в общем, у меня не было ни малейших колебаний по поводу того, что, безусловно, надо идти в лабораторию Аруны Алексеевича и начинать заниматься иммунологией. Иммунология к тому времени была, ну, вот Алеша рассказывал, какие опыты, так сказать, ставились. И мне казалось, что там столько интересного, столько неизведанного, так сказать, что, конечно, нужно идти туда. И я немедленно ответила отказом. О, отказом, согласен, естественно. Значит, надо сказать, что я ни разу в жизни не пожалела о том, что я попала в лабораторию Аруны Алексеевича. Кроме всего прочего, я должна сказать, что очень меня тогда, да и потом тоже, подкупала манера Аруны Алексеевича. Вот он разговаривал со мной, на равных, что называется, но я была дура-дурой, там, может, и осталось. Но, во всяком случае, тогда я точно ничего не знала. И, тем не менее, он разговаривал со мной вот как с коллегой. Он мне объяснял что-то, чего я не знала. Он там задавал вопросы по моим, так сказать, опытам и так далее, и так далее. И плюс к этому у него была, да и осталась, манера немножко такой старомодной вежливости, которая была абсолютно естественной. Вот это не нарочитая манера, когда человек воспитан и знает, что надо встать, когда женщина вошла в комнату. Эта манера вот, ну вот она естественная, она его манера. Поэтому я, как только, так сказать, окончила аспирантуру, немедленно подала заявление в лабораторию Аруны Алексеевича и попала в эту лабораторию. В скорость туда пришел в качестве аспиранта Жора Дризлих. Значит, Аруны Алексеевич к этому времени уже создал действительно вот эту замечательную кариулу, которая вошла, в общем, во все учебники. К этому времени он уже создал свои сорвенты, уже переосажденные и прочее, и прочее. И к этому времени он уже показал, что неспецифические иммуноглобулины, то есть те белки, которые интуцируются в предведении антигена, но с ним не реагируют, что они, в общем, имеют место быть. Это все было, в общем, очень интересно. Создание иммуносорбента, вот когда пришел Жора, привело к тому, что он, значит, разработал совершенно замечательный метод, позволяющий определять не только антитела, но и тотальные иммуноглобулины, стало возможным сравнивать биосинтез антител и неспецифических иммуноглобулинов, и стало понятно, что имеется, в общем, очень такая выраженная корреляция между двумя этими процессами. Почему она имеется, было совершенно непонятно. Это шло в абсолютное вступало противоречие с теорией Бернета, потому что клетка, не несущая специфических рецепторов к данному антигену, не должна им активироваться, и стало немножко более понятно, если нужно будет сделать доклад, то дальше я буду рассказывать уже по науке. Значит, это стало немножко более понятно только после того, как Миллер открыл функцию Тимуса, и дальше уже пошла немножко другая история. Но мы, в общем, в лаборатории Сорона-Сеичем занимались сначала очень долго механизмами торможения биосинтез антител, вот то, что меня, собственно, привлекло в самом начале. А потом я очень увлеклась тем, как можно объяснить механизм образования уже не специфических умологогулинов, индуцированных введением антигена. Спасибо. Спасибо, Катя. И теперь понятно, когда вы поменяли привилегированное питание на духовную пищу. Дина, мы без вас никак. Не хотите нам рассказать? Хочет. Больше всех вы знаете. Смешно. Я хочу только немножко поправить Стаса. Конечно. Обязательно поправьте. Вот вокруг того, что рассказывал Толя. Это было вокруг этого подписанного письма. Это... Я не могу рассказать сейчас, как тогда всех трясло в этой связи. Что это тогда было, сейчас тоже трудно себе писать. Считаем вашу главу в книге Абелева. Да, так. Тер Григорову здесь был мокровым. То есть он не был причиной, но он тоже... Он получил свое. Он получил свое. Да. После этого он все читал с ним другую. Потому что представить в себе других, более непоховых людей просто невозможно. Но после этого он все читал его близким другом. Действительно, он на приеме у Мараяна и сказал, что он делает стера взмутительно. Это было. И читал после этого, что теперь мы песенка в институте спет. Но это одним не было причиной всей этой истории. Ну, это в очередной раз и вот в этой истории. Его удивительная скромность и полное бесстрашие в той ситуации, когда надо защищать что-то. И для кого? Второй из них. 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 А, а еще я могу рассказать про миссу от Национального. Замечательную историю. Я тоже надо предоставить. А вы можете меня поправлять. Давай. А расскажи сами. Нет, 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 нет. Он в чуме, в чуме, в чуме. Он в чуме, в чуме. Он в чуме, в чуме. Была конференция в церковь Зонбе. Это было уже после всей истории. Это было очень интересно, потому что это был момент, когда, как раз, Роман Алексеевича сняли заведующего Балдориста. И что, какой был? Семьдесят второй. Ага. Это было, как раз, время, когда Абелев был в конфликте с Бараяном. Ну, Роман Алексеевич там был очень задействован, потому что, когда Гарри Исраенович Генов сделал свой доклад, на этот самый момент был, вот прямо в этот момент был назначен ученый Совет, где должен был отчетный доклад быть Гарри Исраеновича. Значит, на этом Совете присутствовал Бурби, Бараян зачитал его, а Абелев написал заявление об уходе, чтобы иметь возможность в рабочее время делать этот доклад. И Бараян зачитал заявление об уходе, но последнюю фразу он зачитал отчет. Годовой отчет представлять не буду. Для отчета работы в лаборатории представлять не буду. Ну, Алексей, естественно, закричал, там не так, там было написано, отчет мною представлен. Бараян сказал, что вот теперь мы, ясно видя, почтюте, кто в клаббере вписал свое заявление об уходе. И вот после всего этого конференцией сказали, причем Абелев Алексеевич очень не хотел ехать. А Гарри Израилевич тогда подумал бы уехать во Владивосток. Вообще. Ну, совсем. И очень звал с собой Абелев Алексеевич, что в это место будет хорошо. Ну, разумный Горич говорил, что в провинции работать намного труднее, чем здесь. Ну, то там-то были совести второго секретаря райкомов, то от этих обидов звать некуда. Ну, все такое. И когда его прибыли на конференцию, он сказал, почему все хотят, чтобы я куда-то ехала? В Тель-Айбеи, в Комбадзе-Восток, в Дереван, я никуда не хочу ехать, я хочу сидеть здесь и работать. Ну, вот, тем не менее, конференция в Циркодзоре. И так он познакомился с Мифой. Мифа хотел поступить в аспирантуру, а он и все еще не договорился. Пусть приезжает, подает заявление, или даже у нас попадает заявление. Ну, все, все, все. Тут вызывает Баранил к себе Абелев, Гурвича, и говорит, что есть аспиранское место, а у него есть человек, некий Симоньян. Ну, просто вот взять Симоньяну. Вообще Абелев, и все, что к этому моменту, было безразлично, он не был личным потом. Но он помещал человека. И тогда он сказал, что, послушайте, это описано в Библии. Вот Иаков хотел злениться на Рафиле, а ему подсунули видео. Но это было ночью, в темноте, Иаков был пьян. А сейчас белый день, и я смотрю, что это треск. Я поступал в аспирантуру в Армении, потому что тогда все это было очень трудно. Я работал, я практически не учился, я не учил. Я с третьего курса стал работать в Гамале. И четвертый, пятый я не учился. Работал я у Зуева. Сначала у него такой Вишниченко, который потом ушел обратно в университет. А я остался как бы уже не при шефе. И тогда Бронз, с которым мы общались регулярно в это время, и выпивали регулярно, сказал, что бы тебе не пойти к королю Сеевича. Ну и он меня познакомил, мы поговорили, и он сказал, давай в царкадзоре все обсудим. В царкадзоре было очень хорошо, потому что был Герна, который ни слова не понимал, сидел в первом ряду и слушал все доклады. А он вообще был абсолютно простым. Он говорил, ну как же, этот человек ни одного слова не понимает. Но он сидит и все доклады слушает. Он был очень-очень обрадован вот такому научному. И вот мы договорились, все хорошо. В царкадзоре было много интересного. Герна выпил ароновку, сказал... И все начали... Ну ты спросил, а? Я спросил. Ты спросил, ну как по-английски? Он сказал, better than nothing. И он... И Ароносевич очень удивился. В общем, там были пили, качку продали. За бутылку коникали. Горючий? Заркадзор прочился. Я должен был поступить в целевую аспирантуру. Я приехал сюда, и оказалось, что мою целевую аспирантуру вместо того, чтобы отдать Гамалея, отдали... Вестюд Курчатку, например. На самом деле не Курчатку, там какой-то вирус. Отдали. Хорошо, ну нет аспирантуру. Ну хорошо, я сказал, пойду, посмотрю, что можно сделать. Приехал в Армению. А Женя Хачикян, мой друг, который был в Украине тогда, он сказал, а чего? У меня одна целевая аспирантура есть, а одна не местная. Ты поступай в местную, а я поступлю в целевую. А его дедушка был замечательным госпланом. Ну, поэтому легко получал любое количество. Так я получил аспирантуру местную. Пошел я туда поступать. В это время поменяли директора института местного. И поставил другого человека, который очень хотел попасть в энциклопедию армянскую. Ну, а руководителем энциклопедии был человек, которого сын был Симонян Сымбар. Который, на самом деле, оканчивал аспирантуру. И тогда он позвонил и сказал, у тебя сын, вот давай его в аспирантуру. И тогда у меня появился конкуренция. Я пытался сдать экзамены, он гулял из народа. Поставили мне четверку, ну, пятерку по именологии. Потому что... И мне это было страшно, потому что они... Они спросили меня, а что будет, если на язык кролика положить лед? Я сказал, у меня будет холодно. Они сказали, а как же с холодовыми антицелами? Дождь первый, знаешь ли? Дождь первый, знаешь ли? Такой холодовый антицел. Короче, Симонян Сымбар поступил, а я как бы остался в заочине. И Симонян Сымбар приехал. Приехал и в район позвал Арусевича. И Арусевич сказал, что... Ну, вот, Джакоб этот... Яков Теркур пяный был. И он, так сказать, семь лет работал вот на эту... Рафиль, да? Вау, вау, вау. Его там бояли. И в темноте подсумки клея. Ну, во сколько он был человек, так сказать. Старый ему не обходил жениться. Он женился на ней и еще семь лет работал. Чтоб потом взять любимую жену Рафиль. И вот, когда он рассказал Бараяну, да еще в обстановке, когда чувствование Бараян требовало, чтобы он ушел, Бараян Дзико начал хохотать и сказал, Арун, иди. Подвоем Кульбе, Кульбе взял Симонян. Я когда попал, буквально сидит неделю, он потребовал, чтобы я гонял какую-то колонку. И я пытался эту колонку гонять. Он сидел у себя там, закрытый, кричал. Откуда вот кака-то, говорит, только не по мне. И громко кричал, дурак, дурак, дурак. Я думал, ну, вроде я еще ничего не могу. Только начало эту колонку, вроде течет трава. И я пытаюсь из этой комнаты там выйти. Он думал, ну, уйду я там. Ну, может, Бог не выйдет. Он открывает дверь, он думал, выше меня. Смолохоченный, говорит. Вы слышите, как я кричу? Я говорю, да, вы не слышите. Но я, вы понимаете, я старый дурак, никак не могу написать о том предложении, никак не научился писать статьи. Я сказал, ну, как же у вас столько статей, вот, нынче. Ничего ты не понимаешь, сказал он. И так я попал в аспирантуру, потому что он долго ждал меня. Вот это, на самом деле, это не обо мне, конечно, о нем. Как он мог защищать, в общем-то, человека, который ему, может, и не очень был нужен, но хотел бы другого аспиранту. Но если он дал слово, и он сказал да, то он должен ждать этого человека, по крайней мере, пока узнает, что точно тот человек тебе нельзя. И это, конечно, очень великий был даром, а вот его интеллигентность, вот то, что он ходил по коридору и здоровался со всеми людьми, которые ходили по коридору, это меня всегда поражало. Я спросил очень, а кто это? Я не знаю. Ну, говорит, это нужно с первым поздороваться. Он всегда вставал, когда ходили женщины. Ну, я много хотел бы рассказать, но я не готовился, поэтому давайте мы и потом уже 5 часов на доклады делали, или дайвину папы как-то. Нет, нет. Наверное, никто из отсутствующих, из нас, так много времени вместе с Аарон Сеевичем не проработал в боксе, где, да я громко говорю, а Асенька, ну, как можно мне сказать? Про бокс? Да, вы столько дней, часов, лет проработали, рука об руку буквально, там ведь руки, этот бокс, все, наверное, его знают, кто знает, пропиленные с обеих сторон, с одной стороны. Особенно, когда температура 37 градусов, мужики все голые, а они были в палатах. Вы помолчи, я сразу вспоминаю историю, когда Алекс относится, там надо было открывать флакон, закрывать, другой стерильно что-то вносит туда, обязательно две пары рук. Асенька, не было плейтов, не было ламинаров, все, тем не менее, культуры у нас были тогда по-гурмически сделаны, очень хорошего качества. Алик сидел напротив, и слышу, Алик кричит, Аарон Сеевич, руки у вас не с той стороны растут, а я должен сказать, таких замечательных, работящих рук и прекрасно делающих все, как у Аарона Сеевича, я больше не видел. Огромные такие пальцы, ладони, работящие. Как он сидел за специальной горелкой, и что-то там варил или резал, там, я не знаю, это с поддувом у него была горелка. Как он делал эти шарики пористые, и смотрел, что получилось в микроскоп. Это уже в последние годы, когда он делал вот частицы специально для, такие микрометровые, для иммунизации. Ну, вспомни, как безумно он заставлял нас сидеть по 37 градусов Цельсия. Это мы вспомним. Ну вот, Асенька, больше всех нас она и не знает, и была в этой остановке, и, конечно, обязательно что-то нам расскажут. Ну вот, Анатолий Сеевич, я узнала с 20 лет, скажите, до самого кончета. Я пришла в лабораторию в 67-м году. Пришла, я пришла делать курсовую работу. Меня Дина привела к Алексею Матвеевичу Оловникову. И, значит, Алексей Матвеевич был моим первым учительом. Замечательным учительом. И я тогда научилась правильно планировать опыты, расписывать, записывать. Это мне пригодилось на всю жизнь. Ну, Анатолий Сеевич, я тогда практически не общалась очень мало. Он был такой глыбы, он был таким великим, что я его вообще не понимала и как бы плохо представлялась, что он за человеком. И, значит, после того, как я окончила университет, мне вот два года пришлось поработать в другой лаборатории, потому что не было возможности попасть в Анатолий Сеевич. Мне удалось, в дирекции я не разрешила взять. Через два года Анатолий Сеевич меня позвал в Спаранково. И вот мы тогда пришли к нему одновременно с Олечкой Григорьевой и работали бок о бок вместе. И вот вдвоем чуть ли там сидели в боксе напротив него. Валентин Скворцов нас почему-то звал геномами. Я так и не поняла, за что. Мы ходили все время рядышком, все вместе делали. Анатолий Сеевич, значит, когда мы садились напротив него бокс работы, он часто вел себя так, что мы не могли понять, почему. Вот мы там, сначала мы работали на цельной селезенке, это была система такая, Анатолий Сеевич, он изучал сенсиоцил в изолированном органе. Это потом уже мы перешли на клеточную культуру. А поначалу мы резали кроликов, вынимали у них селезенку, ее надо было подвесить на такие конюлечки маленькие, стеклянные, которые он выдувал вот сам аппарат для стеклодубных работ. Это была жутко кропотливая работа. Причем, когда вешаешь селезенку, она частенько срывалась, падала, брякалась чуть не на пол. И тогда он кричал, дурак, и швырял пинцет тебе в лицо, потому что это был такой бокс пластмассовый, то есть он не в лицо, он просто от досады, от отчаяния. А получалось, что тебе летели в лицо все эти пинцеты. Ты так отшатывался и чувствовал себя несколько неуютно. Как-то почему-то казалось, что это к тебе имеет отношение, что ты в чем-то тут виновата, причастник этого. Ну, потом, значит, дальше, так сказать, мы рушим орган, и все будет, уже никак они будут контактировать. Ну, в конце концов, все-таки он склонился к этому направлению, и мы перешли вот на эту систему. Ну, дальше мы много-много работали вместе в равных самих направлениях, и постепенно, так сказать, его образ как бы вырисовывался больше всего, чтобы как будто бы время, как скульптора от этой глыбы все лишнее вот так убирало-убирало, и вот вырисовывался такой человек совершенно изумительный, совершенно замечательный. Но обычно, когда ближе подходишь, то видишь недостатки, там много разного, всякого плохого, чего-то не так. А стороной все было по-другому. Но его величие все больше и больше поступало и проявлялось. Я благодарна судьбе за то, что работала с ним и знала. Как вы штулочки рисовались с ним, там был пас пилочек отсюда, туда-туда-туда. А он как смотрел на эту сцену, а, нет, уже потом. И сказал, вот, и девочки хотят, чтобы я все это делала. Он разведел маму. А я хочу добавить. А Рон, это чисто бытовая. Он прекрасно знал всех биологов, посты, биографии, их отношения. И он мне все время, а я тут, в этом отношении абсолютно такое. Я говорю, Рон, сейчас я не понял. Значит, это, это, это развелась с этим и вышла замужем. Он, говорит, что это с бумаги. И нарисовал мне с кем, кто. Куда-то расставали. Для меня это новое грань, я развелся. Я не пришел в играх, потому что он знал. Он знал, как это все. Как Ландау, все в один слайд. Не вставай, не вставай. Микрофон. Ну, я только два слова хочу добавить. Я хочу сказать, или рассказать о том, что Арону Алексеевич, благодаря Арону Алексеевичу была сформирована наша лаборатория. Ну, в 61-м году, когда директором была Вершилова, очень уважительно относящийся к Льваю Санчо, у Львая Санчо возникла идея организовать большой отдел иммунологии, ну, помимо онкологии, так сказать, еще отдел общей иммунологии. И туда он решил пригласить Арону Алексеевича, Фандалина и Кульберга. Ну, в общем, это, так сказать, такая была идея очень хорошая. Ну, вот и он, значит, предложил Арону Алексеевичу вот перейти к нему и организовать ему лабораторию вот в пределах, ну, в рамках своего дела. Арон Алексеевич тогда пришел, Лев Александрович поговорил тогда с Ароной Алексеевичем, и Арон Алексеевич пришел ко мне и сказал, «У тебя есть лаборатория?» Я говорю, «Ну, у меня нет лаборатории, но это не имеет никакого значения, я в лаборатории Зинбера, так сказать, имею все возможности для работы, имею группу свою там и все прочее». Мне даже это в голову не приходило. Вот. Он говорит, «Ну, я не соглашусь на то, чтобы прийти в отдел Ароны Алексеевича, если у тебя не будет лаборатория». А? В отдел Зинбера. Да, в отдел Зинбера. Вот. И он, значит, и он поговорил с Зинбером, я не знаю, в чем у них был разговор, но Лёху Александровичу меня буквально на следующий день позвал и сказал, «Игорь, пишите название своей лаборатории, вот, и, значит, мы за одно, так сказать, все это дело организуем». И вот с того времени, с декабря 61-го года, пошла наша лаборатория. И она пошла, ну, в данном случае пошла она, потому что Ароний Алексеевич поставил такое условие, и Лев Александрович, конечно, не возражал. Вот. Ему это в голову не приходило. Вот. Не возражал, и так была организована наша лаборатория. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Он, значит, не сказал Зинбера, я не сказал, что он, смысл с него есть очень сильный ученик. Вот, очень сильный сотрудник Афеля не думал, а вдруг это ему пригласует в противовес. А это он совсем не хочет. Поэтому он так присутствовал, он не может взять на угрозовавших условия. АПЛОДИСМЕНТЫ Это, где я все? АПЛОДИСМЕНТЫ Я хотел пару слов о воспоминаниях, такие у меня сейчас одни, о дружбе Игоря Ивановича и Игоря Израиловича. Это... Осирин нарисовал вот такой у нас фильм на КВН, и вот там был такой рисунок, как Игорь Иванович с Игорем Ивановичем проходит по коридору в корпусе Б. Это была совершенно стандартная ситуация. Они с конца в конец ходят, разговаривают, обсуждают. Это вот был такой образ всем известный и всем привычный. И вот однажды произошла такая дополнительная деталь к этому образу. Как-то в 70-е годы были такие акции правительства, партия правительства, послали в колхоз. И вот, значит, бросили в колхоз весь отдел Абелева и лабораторию Губича, всех вместе. И надо было ночевать и на следующий день еще работать, так как это ударно, на выходные бросили всех. И вот здесь этот огромный коллектив поместили, вот как здесь со сценок, это вот такое помещение, соратчикство. И все ночевали, вот лежали на полу, все вот в полу, как говорится. Мне посчастливилось лежать, спать, ночевать между Гаррием Ивановичем и Ироном Ивсевичем. На следующий день нас послали на поле с картошкой, надо было картошку собирать и в камышки складывать. И ехала такая тачка, и вот эту точку бросать надо было эти мешки. И вот у меня это стоит картина, как Гарри Иванович идет с Рома Ивановичем за этой тачкой, и они точно так же, как по коридору, вот здесь в корпусе Б, идут, что-то разговаривают, свои научно-правляющие. Периодически они остановились, тележка останавливалась и поднимали там этот забрасыванный мешок и шли дальше. Вот такая картина. Спасибо. Я к этому хочу добавить буквально. Эта картина, то, что Коля описал, это они каждое утро ходили. Мы глядали. Версия была такая, что они жалуются на сотрудничество. Но это была неправильная версия. И вот тут вот пессимизм Аарона Всевча, о котором я говорю, он сыграл совершенно положительный уровень. Они утром ходили, и этот рассказывал, что он слышал по ГБС, а Ромич сказал, что по голосу о мире. И моментально обсуждали, какие, значит, это были последствия. Ну, Игорь в своей манере, у него было логичнево. Это он раскладывал так, это приведет. Хороший номер. А Ром, и в вариантах у него было пессимистический реактор. И он оказывался право. И ходили не только по коридору, но и по аллеям Гамалеи. По аллеям с Фанталиным после обеда. Нет, и с Аберем тоже по обеду. И с Фанталиным, и с Лямкой. Но самое удивительное то, что Арон Евсеевич после всего того, что с ним выделывал Бороян, после того, как Бороян был в отставке, то Арон Евсеевич ходил к нему беседовать о жизни. Вот, он ходил к нему, и я был совершенно согласен с этим. Но он ходил к нему, и они беседовали о жизни, о том, что тяжело. Ну вот, и так, как будто ничего не было. На самом деле, Арон Евсеевич всегда, ну я не знаю, может это не широко рекламировано, но он в общем, в глубине души, всегда был убежден, что Бороян, вот, он в его оптом топлом ногами, что называется, и всячески изгорелся, но что это он делал не потому, что он так, так сказать, думал, что по сути дела Бороян к нему относился с глубоким уважением. И это действительно, между прочим, так. По сути дела, Бороян Аронов очень уважал. Вот он понимал ему ценно. Так что то, что он там вел себя неприлично, это шло, так сказать, по одной линии, а по существу Арон это, по-видимому, четко понимал. Поэтому, именно поэтому он, вот, уже в конце, он к Борояну относился, как сказать, гораздо с большим пониманием и с большей мудростью, чем многие из нас, которые вообще готовы были, так сказать, расторонять за всякие... Бороян исполнял роль партии правительства. Ну, конечно, в этом театре... Ну, поскольку докладчики потирают руки, чем дольше воспоминают... Тем меньше. Не дадим им этого. Предлагаю сделать короткий перерыв для кофе, чая. Ароновка будет? Никто не приготовил народовку. И все-таки выслушать два научных сообщения от Кати Сидорова и Миша, и Жене. Если категорического неприятия этого плана нет, то предлагаю зайти на сайте. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует...